Притча «Хозяин судьбы» Я хочу поделиться с вами мудрой притчей о том, как порой мы подменяем понятия и закрываемся от счастливых случайностей и возможностей. Жил-был на свете человек, и судьба ему выпала очень даже приличная, щедрая на подарки. Только он этих самых подарков не брал. Но вот не брал и все тут. Услышал он однажды, что человек сам хозяин своей судьбы, и уверовал в это раз и навсегда. «Какие такие подарки судьбы?» – часто говорил он. «Человек не может ждать милости от природы. Взять их у нее – вот наша задача». Он не ждал, сам брал. Да, трудно было порою. Так на пределе возможностей он и шел. Но все преграды преодолевал. И право на свое место под солнцем и блага цивилизаций всегда отстаивал и утверждал. От такой нелегкой судьбы устал он. Потом заболел. А дальше и вовсе умирать взялся. Устал, надоело все. Его душа отделилась от тела, и узрел он сверху свое тело. «Эй, это я там, что ли, лежу?» – позадаченно подумала. «А кто же еще тогда здесь?» «Я – душа твоя», – шепнула ему душа. «Так ты, что ли, и правда существуешь?» – удивился человек. «Жаль, что раньше не заметил», – улыбнулась душа. «Тогда у тебя и судьба была бы другая». «Так судьба тоже существует?» – не унимался человек. «Ага», – услышал он голос. «Я – судьба твоя». «Глянул он туда, где голос, и обомлел». «Сидит на крылечке резного расписного терема. Озорная девчонка в белом платьице. Кругом цветы, и птички порхают. Загляденье просто». «Удивлен?» – спросила судьба. «Вот такая я у тебя. Легкая и прекрасная». «Не-е-е, ты не моя судьба», – не поверил человек. «У меня какая-то трудная была, неповоротливая, что ли. Все сам, все сам, всегда сам». «Так ты ж говорил, что хозяин своей судьбы. Хотел сам все делать». «Ну а я кто такая, чтобы с хозяином спорить?» – хмыкнула судьба. «А что за дом-то такой распрекрасный? Так это твой дом». «Нет, что-то ты путаешь, судьба». «Я в панельной пятиэтажке жил. Да, чтобы хоть такую квартиру заработать, знаешь, сколько трудиться пришлось?» Света белого не видел. «Ну ты сам себе такой путь выбрал». «Ну так я даже мечтать не мог о таком доме». Тут увидел он, как на крылечко из терема выходит женщина в цветном сарафане. Волосы русые до пояса, глаза синего моря. Как из сказки прям вышло. «А это еще кто тут в моем тереме живет?» – обеспокоился человек. «А это жена твоя, несостоявшаяся, любава», – ответила судьба. «Нравится?» «Опять ты путаешь. Я, пока не разбежались, женат был на Илюське. Бухгалтерши, никакой любавы отродясь не знал и не видел». «Конечно, не видел. Ты же от этого подарка заранее отказался, когда решил, что дерево надо по себе рубить, да?» «Вот и не встретились вы, и не поженились. Ну, если бы я знал, что мне такая вот жена положена, да разве бы я отказывался?» Расстроился человек. «Но мне не верится, что она за меня бы пошла. Ведь кто я? Простой? Рабочей специальности. А она ровно царица какая. Таким мужчина нужен высокого полета». «А чего ж ты, космонавтом не стал? Хотел ведь?» «Да, космонавтами все пацаны быть хотели. Только это ж невозможное дело. Как туда пробиться?» «Я бы помогла», – сказала судьба. «Смотри». И увидел человек себя на космодроме. Как шагает в скафандре к космическому кораблю. Шлем откинут, и улыбка такая счастливая. Все его провожают, ручками машут, а Любава там, среди провожающих, с платочком кружевным в руках машет. «Что, неужели так могло быть?» Не поверил человек. «Невозможного нет». «Мог?» «У тебя и такой вариант случится». «Да ты сам от этой мысли отказался. Не дал ей расцвести», – посетовела судьба. «И в космической карьере я бы тебе помогла. Было бы желание». «Да у меня вообще-то как-то желания с возможностями не совпадали», – вспомнил человек. «Я вот всю жизнь на «Жигулях» проездил, хотя мне зарубежная техника какую-то больше по душе. «Пежотом» или «Опель». «Да я тебе и вовсе «Бентли» приготовила. Вот у забора стоит. А ну-ка зацени». «Да что ты мне голову морочишь? Мне на такой за три жизни не заработать было», – ахнул человек, обозревая шикарное авто. «А вот и была такая возможность. Я думала, тебе приятное сделать. Знала же, что хочется тебе. А ты три жизни, три жизни. Вот и пропустил возможность». «А ну-ка, покажи, что там я еще пропустил. Какие возможности такие?» – вконец огорчился человек. И показала ему судьба совсем другую жизнь. С интересной работой, путешествиями, приключениями, белоснежными яхтами, космическими кораблями с счастливой любовью, с красавицей, с женой и умниками и детками. С почетом и уважением, достатком и процветанием. Человеку такое и не снилось. Только в кино видел. «Да как же это так?» – спросил человек. «Неужели это все могло у меня быть?» «Постой. А почему я тогда совсем по-другому жизнь прожил?» «Вроде как по черновику. Так пунктиром наметил с бычью мечт. Но не по полной, а слегка, в эскизах. Надо было мне доверять», – объяснила его собеседница. «Расслабился бы и получал удовольствие, а ты…» «Но я же был уверен, что человек – сам хозяин своей судьбы», – вскричал человек. «Значит, он ею и управляет. Что не так-то?» «Конечно, хозяин, конечно, управляет», – засмеялась девочка судьба. «Только знаешь, хороший хозяин с судьбой дружит и все ее возможности использует». «Выходит, я плохим хозяином судьбы был, что ли?» – закрученился человек. «Какое там дружить?» «Можно сказать, палки в колеса ставит». «Это сколько же интересного мимо-то прошло?» «Да, – уже вздохнула судьба. Что прошло, то прошло. Не разглядел, не оценил по достоинству». «Знаешь, я бы тебя и увидел». «Да не оценил», – честно признался человек. «Какая-то ты несерьезная, как ребенок. А это я тебя уравновешиваю», – объяснила судьба. «Ты-то с самого детства, чересчур уж взрослый и серьезный». Быстро разучился верить в чудеса. «А я, между прочим, тебе подсказывала», – подала голос душа. «А ты меня даже не слышал. Вот так все и вышло, по-простому, без волшебства». «Да уж, тяжким трудом и по-минимуму, и никаких чудес», – вздохнул человек. «Эх, если бы кто заранее мне все это рассказал, да разве бы я так жил, я бы совсем по-другому жизнь прожил». «А как заинтересовалась судьба?» «А легко, красиво, с верой и с крыльями. Уж тогда бы я ни от одного подарка судьбы не отказался. Использовал бы все возможности по полной программе. И жил бы не по чужим указкам, а по велению души». «Смотри-ка, какие судьбоножные решения», – обратилась душа к судьбе. «Прямо слушать приятно». «Ага, душевно излагает», – согласилась судьба. «Может, не все потеряно?» «И я так думаю», – ответила душа. «Есть у него еще время и возможность что-то исправить, да?» «Ладно, душа, сделаю ему еще один подарок», – решила судьба. «Дадим еще ему один шанс. Давай-ка, душа, возвращайся. Пока не поздно». И в это же самое время в машине скорой помощи вздохнул и стал медленно открывать глаза человек. «Быть того не может», – воскликнул доктор. «Смотрите-ка, возвращается». «Да уж, чудеса так чудеса. Не иначе любимчик Фортуны отозвалась медсестра. «Слышите меня, больной?» «Слышу», – разлепил губы он. «У меня счастливая судьба». «Оно и видно», – согласился доктор. «Считай, новую жизнь получил». «Принимаешь мой подарок?» – тихо шепнула ему на ухо судьба. «Второй шанс», – прошептал хозяин судьбы и улыбнулся, потому что его душа не удержалась и запела. Вот такая интересная и мудрая притча. А теперь у меня к вам пару вопросов. Какие мысли и инсайты у вас появились после ее прослушивания? Кто на самом деле творец своей реальности? Тот, кто борется и старается все получать тяжким трудом? Или тот, кто видит и использует возможности, доверяя себе, своей душе и вселенной? Я думаю, ответ очевиден. А с вами была Юлия Жукова. А с вами был Игорь Негода.